Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с замечательной мастерской, даже, я бы сказал, школой Просапон. И, в частности, эта выставка проходит сейчас в Академии акварелии Андреяки. Здесь очень большая экспозиция, иконы так вот представлены в различных этих залах. Я хотел бы Владислава Андреева, как раз руководителя, родоначальника школы Просапон, поговорить о ряде икон, которые на этой выставке представлены. Мы сейчас находимся у иконы, такой традиционно догматической, Троица. Сколько вокруг этого связано, о троичности, о символике Троицы. Вот и ваше отношение именно к Троице богословское и каноническое, иконографическое отношение. То есть оно от Рублевской Троицы, как-то я вот, насколько я знаю, уже в развитии выходит такое. Да, икона Троицы, в общем, можно сказать, развивалась тоже этапами. То есть древняя из Византии еще и мозаики, и прески. И потом перешло, и ее, как бы, богословие, обоснование тоже развивалось. Что это Троица? Были даже разноречивые мнения у отцов. Одни говорили, что это три ангела, другие говорили, что это вот Логос, Христос и два ангела. Но в конце концов признали, что здесь, после, в основном, иконы Андрея Рублева, она утвердила догмат Троицы. Если мы скажем, что это просто ангелы, то это не догмат Троицы, это аллегория. Но вот нужно отметить, что первый храм все-таки Троицы был Сергием Радонежским, основанным в честь журналистальной Троицы. То есть, ну, Рублев немножко позже уже, да, появился. Да, сам, но Рублев, в смысле, в понятии Троицы... Да, что она утвердила, как бы, вот этот догмат, что здесь изображены три образа. Кстати сказать, если мы прочтем название, то мы не называем, что это икона Троицы. Мы говорим, это образ Троицы, то есть просопон, то, что называется. То есть явление Троицы в ангельском виде. Древние иконы, они и у Рублева, это выражало идею Великого Совета Ангелы. То есть это было бескозаветное предание о Совете Божественном, о воплощении Сына Божьего на земле. Поэтому чаша символизировала, там жертвенное жертвоприношение, там в чаше был голова тельца. Наша школа не только пытается, как бы, технически, вот, как я сказал раньше, богословие света выразить, но и мы придерживаемся все ближе и ближе к тексту догмата, что ли, такого идеологического догмата христианской веры, что сейчас уже мы не причащаемся, все отменены после Христа жертвоприношения животных, правда? Теперь Христос, как Логос, о котором говорил еще в послании Петр, сам стал жертвой, и мы причащаемся вот это крови и тело, под видом, как Логосу Эммануилу, то есть жертвенному агонцу. Вот это мы и хотели выразить. Оставляя, конечно, непревзойденность иконописного исполнения Рублева, мы не претендуем на художественное такое качество, но идейно мы немножко изменили, что чаша уже, это называется уже новозаветный образ, потому что в чаше вот это, он же причащает, он же есть причащаемый. Это Логос Эммануил. Это богословие Логоса Эммануила, оно еще начинает развиваться, потому что Эммануил, это значит, переводится в еврейского, с нами Бог. То есть с нами, это значит, я могу сказать, во мне. Со мной Бог, во мне Бог. Вот этому мы и причащаемся. Поэтому причащение, это не моих телес выходит, когда я принимаю дары, а это причащение для моего Логоса выходит, возрождается во мне вот этот Логос. Поэтому от крещения до причащения, это большие энергетические события, потому что причащаясь, мы возрождаем внутренний Логос. Еще есть понятие недреманное око. Так вот, во время причащения, это недреманное око начинает в нас не только за нами следить, но и вжить в нас, как говорил апостол, во всем теле начинает жить. Вот это мы и хотели, как бы, новый дизайн, то есть сюжет представить, что это Агнец, причащение к чаше, и уже происходит не совет о воплощении, а уже совет Троицы о домостроительстве, экономия по-гречески, это домостроительство. Через причащение мы изменяемся. Ну, символиков в иконе очень много. Именно это и обратная перспектива. Да, здесь обычно уже много разработано, здесь много книг. Если вы посмотрите расстояние между ангелами, вы увидите это как чаша. А в чаше вот это еще чаша. Тут даже три чаши, то есть это вот первая чаша, чаша причастия. Вот вторая чаша, вот вторая чаша. И вот третья, вот эта вот большая чаша, которая объединяется, вот именно трех ангелов. Под видом их была Троица, явлена Аврааму, в этой саге. А также вот есть еще дуб Маврийский. Тот же образ того дуба, с которым произошло грехопадение. Как раз сказать о символике. В иконе очень много символики. Много споров, например, кто отец, кто сын, кто дух святой. Ну да, да, да. И сколько вы порачите книг, то много разномнений. Так вот, во-первых, надо сказать, что эта Троица является, вот икона, не ипостасные различия, а наоборот, единство. Вот в этой Троице, в самой... Ну, наличие клавы, оно уже определяется, все-таки, все равно уже различия. Это единое. Теперь, это первое, что... Первое, это единство смотреть на Троицу. Поэтому она построена по круговому движению. А второе, чтобы определить, вот... Если уж надо определять, хотя это не обязательно, потому что это ангельский образ. Здесь вы не узнаете Отца или Сына, или Духа. Это ангельский единый образ. Но по символам, как бы, именования, мы можем определить. Вот смотрите, как раз три изображения. Палаты, которые обозначают Царство Небесное. То есть, Царство Отца, правда? Отец – это Отец воли. Да будет воля твоя. Это к Отцу. Значит, палаты. И мы сразу можем понять, что это, значит, Отец. Спорить не будем, где Отец в середине нет, потому что тут у Рублева символ, и мы повторяем это. Далее. Древо. Кто есть древо? Христос – древо жизни. Вот оно, древо есть. Он родился, Логос, рождается. Сам принцип рождения – это древо. Из семени рождается. А Логос – это в переводе семя, можно сказать. Значит, это Сын Божий, образ Сына, вернее сказать. Теперь и третье – Дух Святой. Тоже горки. А что такое горки? Это восхождение в Духе Святом. Горки – это символ высоты вот этих восхождений, воссияний. Поэтому здесь именно по символике находится справа от нас образ Духа Святого. Ну, да, трактовок очень много. Есть еще и другая трактовка. То есть творение природное – это горки, а творение рук человеческих – это уже палаты. Это уже метафоры, аллегория. А символы – это принадлежность каждой персоне. Так же, как и древо. Это и библейское древо, с которым было грехопадение, и древо Господне, с которым Господь был распят и воскрес. То есть древо жизни в любом случае. Тогда это относится точно к Христу. То есть тут понятно, что в центре Христ. И Логос именуил – это как бы его семя, причащение. Логосиат Борисович, вот я хотел бы как раз здесь с вами поговорить. Я думаю, что всем будет очень интересно, как рождается икона, о том, что этому предшествует. Как раз вот здесь представлены все этапы. Ну, и размер такой. Иконы бывают разные. Это больше аналойный размер, похожий, да, икона, которая на аналой кладется. И расскажите вот так вот вкратце, может быть, что вот постадийно, как раз о процессе иконы, о рождении иконы. Процесс исполнения иконы, иконы, или само иконописание, конечно, это очень интересный процесс. Не только что мы затрагиваем образы какие-то интересные, а сам процесс он интересен и отличается именно от художника, от картины своей планомерностью, то есть существует понятие канона, у которого у художников свой канон обычный какой-то, и они его скрывают. У иконописца канон, у всех у нас, в школе у нас разработан канон, как от ступени к ступени пишется иконы. Каждая ступень мы точно знаем, где она закончится. Закончена, может быть, качественные еще могут быть дополнения, но в принципе всегда знаешь, вот это вот ступень, все, дальше переходи, переходи. Поэтому такой принцип, что человек приходящий, он не обязательно должен быть уже сразу знаком, как писать. Мы гарантируем, что человек, который по слушании слушается, как это делать, может написать любую икону. Поэтому мы не требуем артистического уровня, мы не учим рисованию. Мы говорим «исполняй», и это ремесло, в принципе, иконописец. Поэтому существуют у нас вот такие ступени постепенные, как 21 ступень от доски, приготовления доски, как первая ступень, начальная. Обычно несколько ступеней делает другой мастер какой-то, потому что это трудоемкая работа, ремесленная, трудная. Ученик получает уже на третьем этапе, что ли, доску. Первая доска приготовления, в ней вы видите внешнее и внутреннее. Внутреннее называется ковчег именно, как арка, ковчег, новик, ковчег, корабль или чаша даже. Ковчег спасения, так сказать. Да, как внутреннее и внешнее. Очень примечательно, что именно это не рама, это поле. То есть, как вот мы дизит смотрели, то есть, сюда можно раздвигать дальше, поле, а внутри это основной образ. То есть, она становится житийным уже. Да, и тогда напишем дополнение. Затем, вторая ступень, это наклеивание павлоки. Вот это практическое имеет значение, как доска, ведь это живой материал, она движется в зависимости от температуры. Павлок ее сдерживает. Шпоночки ставятся, чтобы доска... На обратной стороне, да, особенно... Вот так вот даже покажем. Да, это шпонки, которые держат, как горизонтальная позиция, держат вот эти вертикальные полосы. Обычно эта широкая доска, она склеивается из нескольких досок. Это особое приготовление, особый процесс. Затем павлоко называется. Это лен, она мачивается на клею и приклеивается. Ну, армирующая такая поверхность. Да. Ну, это тоже символизирует, то есть, каждая ступень, это есть... Клей используется в основном рыбий клея. Рыбий, да. Чаще всего. Чаще всего. Ну, вот основное выдается ученику вот такая икона, левказ, в которой здесь очень много слоев. Мы используем мел и браворную пудру, потому что у нас техника более жидкая, и она очень проникает внутрь. Гидроскопичная. Да. Поэтому нам нужно, чтобы задерживалась лужица на поверхности. Он очень ослифован, если потрогать, это как стекло, гладко. Имеет символическое значение, вот как мы говорили, это первый свет первого днеотворения. Видите, это экран, на котором будет изображено уже потом. То есть ничто, то, что называется ничто, из ничего. Здесь ничего нет. Я вот, насколько знаю, Рембрандт, он очень часто использовал толченое стекло в живописи. Оно также имело свойство отражения, такого внутреннего, как линза. И здесь то, что с использованием рамарной пудры, она дает дополнительное оптическое такое вот свечение изнутри. И как камень тоже имеет смысл, как на камне все, на твердом. К камне все начинается быть. Ну, то есть вот краеугольник камень, да, то есть бытийность икон, образа. Здесь не все ступени, мы основные показываем ступени. Вот следующая ступень, это предыдущая здесь была. Прорезь, ложанок. Прорезь, да, рисунок сам. А это уже глина, глина, которая кладется на тех местах, где будет золото. В основном обязательно место это нимб, вот, а в больших иконах, особенно для церкви, мы икон тоже делаем золотой. Глину имеет символическое значение не просто на глину класть, можно золото класть и просто. Некоторые кинуваю, подкрашивают, потом золото кладут. Но глина имеет свой аспект вот этого ступени. То есть сказано, что из глины сотворен человек. Глина – это символ вот от земли. Адамас, да, то есть фактически. То есть сердце человека – это… Красная земля фактически появится как красная земля. Да, и человеческая сенситивность, вот эта эмоциональность, это как лепить из глины. Затем вот это на глине берется золото и кладется, которое уже символизирует другую природу. Здесь у нас физическая природа, а золото вообще-то наэтическая природа. То есть ангельское присутствие в нас, или мы назовем духовную часть человека. То есть ум человеческий. Ну, иногда в некоторых философиях называют аура, то есть некое свечение над головой там, или такое вот присутствие, ну, как это, в общем, буддизму свойства. Ну, да, но здесь чистый символ, что природа человека ясная, световая. Ну, то, что поле существует вокруг головы, это известно. И, кстати говоря, о нимбах. Есть иконографии квадратные, изображались тоже часто нигде. Катакомбная церковь, условно, потом выработалась. Это совершенный символ именно круга, как мы говорили в Троице, это важное значение круга. Ну, здесь совмещены несколько ступеней. Вы видите, уже началась, роскошь начался, называется. Это первое, мы обозначаем все телесные части, называется санкир. Это древний термин, никто не знает значение его, ну, очень значительный, да. Наша школа предел... Санкир обычно бывает, и по санкиру также определяется школа, то есть новгородская школа, псковская или московская школа по цвету санкира. Вот зеленого, основное, коричневато или золотисто зеленого. Наша школа больше к зеленому, словно как центр, сердечный центр в радуге. Это мы начинаем с санкири, потому что это основное персональное представление, что первое человек, а затем следующее, это роскошь уже одежды и все атрибуты, которые определяются. Можно назвать подмалевок или первая часть... Да, роскошь – это, в общем, понятие хаос, то есть это импульс минеральной краски. Мы берем более грубые краски первые, как говорили, от тьмы к свету мы восходим, первые минеральные грубые помолы, а потом идут все более тонкие помолы краски. Но это стадия, хаос почему? Потому что здесь нет пробелов, здесь нет света, здесь только красочная материя. Она тоже живая, но особого света в нее нет. Дальше идет космос, как бы это в переводе прекрасный, красивый. А почему? Потому что уже есть свет, солнце, здесь все планеты, которые это делают. Здесь уже вот стадия с пробелом. Видите, везде уже пробел, хотя между этим у нас проби здесь по санке, по роскошу, мы делаем еще кисточку. Там был перевод «Свет и тьма», а здесь уже световой рисунок. И потом тогда вот это называется пробел. Первый пробел. У нас несколько, три пробела, потому что три света. Есть свет тела, телесного, мы как живем светом, дышим, загораем от солнца. Свет души – это второй пробел. Это не освещенность, тело – это освещенность в иконе. А второй пробел – это самой души. Душа – сама свет. Поэтому это уже идут гранения. Вы видите, это не просто форма, а вот это грани, вот эти, что вы сказали, именно кристаллизации. Это относится ко второй свету. И третий свет ангельский – это лучи вот эти, это ангельское движение. Это третий свет. Здесь уже все, кроме оси. Вы видите, роскрыш, но еще крыльев нет. Крылья – это символ вот этого наэтического мира ангельского. Поэтому это не крылья, чтобы летать ангелом, а это символ. Потому что если мы закроем, то вы скажете, что это молодой человек просто, а когда крылья, то мы понимаем, а, это относится уже к ангелу. Ну, ангелы бесплотные там, да. Ну, без крыльев он уже становится более человечным. И на крыльях мы делаем золотой оси, что принадлежность, как мы сказали, к нимбу. Соединяем, значит, с нимбом, что это представитель вот этого именно золота. Ну, там еще слухи также вот используются, вот эти вот ленточки, которые исполняют связь Бога. Слухи, что… Указание информации Бога. Да, это вневременное слышание Бога, потому что они сами называются светы. Ангелы – это вторые светы, а свет со скоростью движется огромный, тем более физически, а уж божественный свет – это мгновенно. Поэтому слухи – это не повязка для волос, а еще тораки называют древнеславянское, а это именно слышание, они же миссию, посланники ангела. Федические антенны. Поэтому они должны без искажения как бы все понять и идти к человеку. Вот так. Это ангел-хранитель образ, видеть душа, как бы, да, потому что ангелы помогают нам вот это осуществить нашу световую душу, чтобы она жила больше запросами в жизни, чем материальные. Так вот, на протяжении многих 20, здесь всего 9, а их 21 ступень, еще там алифор, конечно, или алифор. Тут все вместе в одной, и оживки. А так у нас каждая ступень, которую учитель говорит и определяет, ты закончил, иди дальше. Потом второе уже требование. Первый раз ученику мы не спрашиваем художественного уровня, но если он покажет свои способности и желания, то мы уже требуем от него уже эстетического, уже более учиться тонким икону. Искусство. В иконе искусство и вот эта религия они совмещаются. Почему не случайно в иконе не принято подписывать икону, потому что это не проявление личностного, не проявление гордыни, а такого служения безответное, без такой жертвенного, совершенно безличностного. Мы это вовсе видят, что делают. Да, то есть молитва, которая втайне творится, то есть фактически, да. Вот, дорогие друзья, вот наша передача была сегодня о иконе, о иконописной школе Просапон и Владиславом Левовичем Андреевым мы прошлись по этой выставке замечательной и надеюсь, что в дальнейшем, когда вы будете приходить в храм, и лицезарить иконы, вы будете в молитве ощущать присутствие Божье, потому что икона, она призвана нас подвести к Богу. Дальше шаг должен сделать сам человек в его личном сокрушенном сердце, чему мы и благодарны, и приописываем всем. Спасибо Христосу. Субтитры Христосу. Христосу. Христосу.